ПО ТАСОВКИ С МИЛИЦИИ Для того, чтобы не допустить массового побоища между противниками и сторонниками националистов, милиция была вынуждена блокировать вход в одесскую киностудию. Именно там происходила встреча. Несмотря на это, противники националистов несколько раз пытались прорваться на собрание. Для того, чтобы попасть на встречу со своими симпатиками, Олег Тегнебок был вынужден тайком с черного входа проникать на территорию. Кстати, никто из лидеров оппозиционных партий, представленных в Одесской области, так и не пришел на встречу со скандальным политиком. Хотя Олег Тегнебок и пытался утверждать обратное. Скажите, к вам на встречу не пришли ваши коллеги по комитету сопротивления диктатуре, представители партии Фронтзмин, Бют и так далее. Означает ли это фактический конец существования единой оппозиции? Что значит не пришли? Вы уже знаете, что не пришли? Я так понимаю, почему не пришли. Были представники разных политических партий, в том числе и тех, которых вы сейчас называете. Очевидно, что даже для коллег по оппозиции Олег Тегнебок является чрезмерно радикальным, а его лозунги слишком националистическими и провокационными. Руслан Смещук, Владимир Полуев, Константин Длужневский и Алексей Очиповский. Телекомпания АТВ.